СМЕРТЬ ГУЛЛИВЕРА Наконец, после коротких, но мучительных страданий, Человек-гора, так сам Гулливер передавал лилипутское слово Куинбус Флестрин, с сильным шумом испустил последнее дыхание. Но друзья покойного, ученые, придворные, врачи и простой народ долго еще не решались приблизиться к трупу, так как не были уверены в смерти и боялись, что резкое движение руки или ноги, какими сопровождается агония, может причинить увечья и даже нанести смерть неосторожному смельчаку. Лишь безрассудная чернь, пожираемая любопытством, настойчиво стремилась к умершему, и сильному караулу стоило большого труда сохранить порядок. Но по прошествии двух часов полная неподвижность огромного трупа убедила присутствующих, что опасности нет, и ученые-врачи по немедленно приставленной лестнице взобрались на грудь Гулливера, чтобы составить формальное свидетельство о смерти. Впоследствии это свидетельство было опубликовано, и вот какие несомненные признаки смерти установили ученые. Грудь Гулливера, ранее при его дыхании колебавшаяся так сильно, что у многих лилипутов это вызывало припадок морской болезни, теперь оставалась неподвижной и холодной, как мраморный пол в главном храме столицы. Равным образом прекратился и тот страшный шум, стук и хрипы, которыми сопровождалось биение огромного сердца человека горы. Расположившись на том самом месте груди, под которым должно было находиться сердце Гулливера, если допустить, что он был создан по тому же образцу и подобию, как и лилипуты, ученые собрания не услыхало ни малейшего звука и не ощутило колебаний почвы. Весть о смерти человека горы всю страну лилипуты одела в глубокий траур. Его многочисленные враги и завистники, осуждавшие его за слишком большой, вредный для государства рост, умолкли, удовлетворенные смертью. Наоборот, все с удовольствием вспоминали его силу и кротость, и исключительно его доблести приписывали победу над флотом враждебного острова Блефуску. И кучка друзей, вначале весьма небольшая, с каждым днем заметно росла, пока, наконец, весь народ лилипуты не превратился в искреннего, громко плачущего друга Гулливера. Исключение составлял только генерал-адмирал Скайриш Болгалам, продолжавший хранить злобу и после смерти своего врага, и предложивший для опозорения Гулливера не предавать его погребению, а оставить труп в добычу хищным птицам. Однако это предложение было с негодованием отвергнуто в Государственном Совете, что, тем не менее, нисколько не разрешало страшного затруднения, вытекавшего из вопроса о том, как коронить человека гору. Противники генерала-адмирала горячо возражали, что если оставить человека гору без погребения, то разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и заразу во всем королевстве. И в то же время все спорившие находили невозможным перевозить Гулливера на кладбище, так как всякое кладбище оказывалось для него тесным. При провозе же трупа пришлось бы разрушить целые улицы и кварталы в великолепной столице Лилипуты. При этом все вспоминали, как Гулливер во время дозволенных ему прогулок по городу свободно перешагивал через городские ворота, в отверстии которых едва проходила его рука. Положение стало уже казаться безвыходным, когда покровитель Гулливера Рель-Дресель, главный секретарь по тайным делам, предложил вырыть яму тут же, возле трупа, и при посредстве рычагов свалить туда умершего. Это предложение было одобрено, и 3000 лилипутов, вооруженных лопатами и кирками, в ту же ночь при свете факелов приступили к исполнению тяжелой работы. Математиками было вычислено, что при таком количестве людей яма, необходимая для сокрытия трупа, равного по объему 1724 лилипутам, будет вырыта в течение суток. Свободный день, оставшийся до погребения, было решено по предложению того же Рель-Дреселя посвятить чествованию памяти человека горы. На основании этого предложения впоследствии создалась клевета, обвинявшая уважаемого Рель-Дреселя, секретаря по тайным делам, в том, что он находился в тайных сношениях с партией тремексианов, высоких каблуков, враждебной правительству. Мы с большим удовольствием можем опровергнуть эту клевету, так как сами, принадлежа к партии низких каблуков, знаем из вполне достоверных и несомненных источников, что господин Рель-Дресель был настолько убежденным человеком, что даже своим выездным лошадям делал низкие подковы без шипов, хотя это неоднократно на крутых заворотах подвергало опасности его драгоценную жизнь. Означенное же предложение имело своей целью увеличить блеск и славу королевства, одним из подданных которого был и Человек-гора, а также избавить страну от беспорядков и смуты, так как беспокойная чернь, наивно обожавшая Гулливера за его непонятный ей рост, уже выражала свое нетерпение криком, свистками и даже непристойными песнопениями. С утра столица разукрасилась черными флагами, а к полудню, когда назначено было торжество, огромные толпы лилипутов устремились к городским воротам на дорогу, ведущую к жилищу Гулливера. Как известно, Гулливер жил в полумиле от городских ворот в покинутом храме. По вычислению математиков, около трупа собралось 121 223 человека, не считая детей, принесенных на руках матерями-плебейками. Ораторов, желавших в своих речах похвалить заслуги покойного, записалось по вычислениям тех же математиков 15 381 человек, что снова создало немаловажные затруднения. Первоначально, чтобы не обидеть ораторов, было предположено бросить жеребие и самой судьбе предоставить выбор. Но нашлись скептики, не верившие в судьбу, опасавшиеся, что жеребьевка может привести к плохим результатам и выдвинуть даже глухонемых ораторов, так как среди записавшихся были и такие. Гораздо справедливее казалось им выбрать ораторов по росту и по силе голоса, сделав по исключению лишь для ученых, рост которых, ввиду их привычки держаться согнутой спиной, определить было очень трудно. Голосы же они не имели никакого, так как говорили шепотом. Так и было решено. Из толпы ораторов, заметив наиболее крикливых, выбрали 500 человек. В свою очередь эти 500 были размещены группами по росту, и самые высокие, в количестве 60, были приглашены на трибуну. К сожалению, двух пришлось удалить, так как один совсем не знал, в чем дело, а другой был его товарищем. Достойно, сожалению, и то, что мудрый порядок к концу дня был нарушен. И явились новые, никому не ведомые ораторы, слишком восторженные хвалители покойного, призывавшие к беспорядкам беззаботную и легко воспламеняющуюся чернь. Но о них не стоит говорить. Нельзя достаточно похвалить великолепие и пышность торжественного празднества. Чернь в ее грубых, но ярких одеждах была отодвинута на дальнее расстояние. Вблизи же, около самого трупа, неподвижной и холодной горою, вздымавшегося над головами, расположились лилипуты в дорогих и строгих костюмах, грацевали всадники на гордых конях. И пышно одетые лилипутские солдаты, гвардии и гусары торжественным маршем двигались зад и вперед, очищая пространство. Тут же, в среде близких к Гулливеру друзей, находился и тот знаменитый лилипут, которого толпа, вследствие его большого роста, он на целый ноготь превышал ростом всех остальных лилипутов, предназначала в преемнике человеку горе. Провожаемый любопытными и завистливыми взорами, он гордо расхаживал возле трупа на своих высоких каблуках, делавших его рост еще более значительным, и как свой человек садился отдыхать на бледном и холодном мизинце Гулливера. Но так как с другой стороны трупа его не было видно, то он, пользуясь правами своей признанной силой и роста, влез на самый труп и в независимой позе расположился на колени. Отсюда его было видно всем, и его заметили даже в самых дальних рядах лилипуты, обладавшие острым зрением. Трибуна для ораторов была устроена на груди человека горы и украшалась флагами и зеленью, а также наскоро сделанным бюстом покойного. Талантливому скульптору удалось вложить в черты лица Гулливера столько мощи и благородства, что видевшие бюст вблизи уверяли в его несомненном превосходстве над оригиналом и шепотом говорили о лесте. Налево от трибуны, на животе Гулливера, были расположены места для почетных гостей, с презрением избранников, поглядывавших на болтливую чернь, которая, в свою очередь, с восторгом и жадностью рассматривала их дорогие всем знакомые лица. Лилипуты, копавшие могилу для Гулливера, были ограждены от взоров черни высоким, наскоро сколоченным забором. И только в редкие минуты тишины лязганье железа о камень, шорох осыпающейся земли, выдавали их таинственную мрачную работу. Но с высоты трибун хорошо видна была глубокая яма. В ожидании, когда начнется праздник, почетные гости с интересом следили за работой и обменивались глубокомысленными замечаниями, восхваляя государственные гении лорда Рельдреселе. Наконец, по знаку церемонии мейстера, начались речи. Первыми пустили на трибуну ученых. Они взошли все вместе и говорили все сразу. Говорили они одно и то же и говорили все шепотом. Почему их все равно не было слышно? Но это не имело значения, так как их речи, исправленные и обработанные дома, должны были появиться в ежегоднике Лилипутской академии наук, где их прочтут все остальные члены означенной ученой корпорации. Тем временем, пока не говорили, воспользовались господа и чернь для завтрака, ибо время уже было позднее, и многие устали от долгого ожидания. С разрешения церемонии мейстера для господ во время завтрака играл оркестр музыки, причем ввиду скорбности момента исполняемые вещи отличались крайней меланхоличностью. Содержание речей ученых, как видно из ежегодника, в главных чертах сводились к следующему. Человек-гора был замечателен тем, что обладал очень большим ростом и соответствующей силой. Здесь учеными были представлены самые точные таблицы и вычисления роста Гулливера, объема его тела и предполагаемого веса. Но причина такого роста, по заключению ученых, была неизвестна, и такой останется навсегда. Равным образом остается неизвестностью и цель, ради которой природа произвела столь чудовищный феномен. Что же касается силы, то здесь мнения ученых несколько расходились. Одни утверждали, что сила есть просто сила, другие же искали для нее оправдание в тех постройках, переноске камня и тяжести, которые были поручены Гулливеру. Но в результате все опять сошлись на том, что и сила остается необъяснимую, и как таковая враждебную и вредную для человечества. Наука же, в лице ее лучших представителей, просто не признает Гулливера за факт и выражает сильные сомнения в самом его существовании. По единогласному заключению ученых, Гулливер ничто иной, как миф, легенда, созданная простым народом ввиду его склонности к чудесному и необыкновенному. Гулливер не существовал никогда, а тот, кто утверждает обратное, лишается звания ученого, навсегда изгоняется из академии и предается проклятию в ежегоднике. По окончании своих речей, при громе аплодисментов, ученые толпой спустились вниз трупа Гулливера, причем уже внизу, на самой земле, между двумя маститыми представителями корпорации произошла потасовка, вызванная, как оказалось впоследствии, коренным разногласием в их взглядах на Гулливера. Что такое Гулливер? Миф или же легенда? Другие же ученые тем временем жаловались, что, несмотря на принятые меры, теплую одежду и обувь, они боятся простуды, так как от огромного трупа идет невыносимый холод, способный не только охладить, но и заморозить самого пылка воратора. Самую же выдумку, устроить трибуну на трупе, они считают издевательством над наукой. Едва ли безрассудная и невежественная чернь оценит всю силу их доказательств мифичности Гулливера, если ее глазам в то же самое время легкомысленно представляется труп. Впрочем, по знаку церемонии мастера, волнение среди ученых немедленно улеглось, а те двое, все еще продолжавшие драться, были вместе посажены в темную, без окон карету и отправлены обратно в академию. Вторая очередь была за многочисленными друзьями Гулливера, которые среди слез и воздыханий передали свои воспоминания о почившем. Первый из ораторов, имени которого, к сожалению, нам не удалось узнать, был самый близкий друг человека горы и сам обладал звучным, мужественным голосом и исполненный достоинства внешностью. Дрожащим от любви голосом, он подробно рассказал, как однажды Гулливер на целых два дня позабыл его в своем кармане. С изумительным красноречием оратор передал взволнованным слушателям свои мучения от голода, жажды и темноты, и, наконец, радость Гулливера, когда на третий день, полезший в карман за табакеркой, он нашел там своего лучшего друга. По скромному признанию оратора, его советом и его неусыпному наблюдению обязан Гулливер развитием своей силы и благородством души. Второй оратор, обладавший необыкновенно сладким голосом, оказался также первым другом Гулливера. Но как друг, обязанный быть правдивым, из уважения и любви к покойному, он должен был отметить некоторые дурные стороны в его характере. Так сознавался он, Гулливер был жаден, красотолюбив и зол, склонен к тщеславию, почему и друзей для себя выбрал из людей знаменитых, способных отблеск своего величия бросить и на его голову. Сам по себе ничтожный, Гулливер искусственно увеличивал свои размеры, делая для сапог толстые подошвы. Как раз перед смертью Гулливер задумывал грандиозную измену относительно приютившего его государство лилипуты, в чем и сознавался со слезами оратору. По грустному признанию оратора, только его благотворному влиянию народ обязан тем, что весь его не перетоптал Гулливер своими сапожищами. Нет сил описать ту жалкую забисливость, ту мрачную злобу, которую Гулливер питал ко всем своим истинным друзьям, признавая только подхалимство. Здесь с оратором, к сожалению, случился припадок какой-то странной болезни, вызванной волнением. На губах его показалась пена, а плавная речь перешла в дикие невнятные выкрики. Впрочем, по знаку церемонии мейстера припадок быстро прекратился, и при громе аплодисментов оратор торжественно слез на землю. Но наибольших оваций удостоился третий оратор, также первый друг Гулливера, сумевший своей искусной речью зажечь в лилипутах пламя горячего патриотизма. Он доказал, что сам по себе Гулливер не мог бы значить ничего, если бы не те тысячи лилипутских баранов, которых он поглощал ежегодно. «Бараны!» «Именно наши лилипутские бараны!» — восклицал оратор, притворяясь в мясо, кровь и мозги, составляют силу и славу человека горы. «Кто победил враждебный остров Блефуску? Человек-гора?» «Нет! Остров Блефуску победили наши лилипутские бараны, ибо сам человек-гора есть не что иное, как только совокупность баранов». Здесь оратор в трогательных и живых красках дал незабвенный образ лилипутского барана, кроткого, послушного, всю жизнь готового к самопожертвованию во имя высших интересов королевства, этого незаметного героя, шерсть которого создает блеск, а мясо — могущество королевства лилипуты. Рискуя порвать голосовые связки, оратор пропел экспромтом сочиненную оду в честь лилипутского барана. Восторг слушателей уже достигал крайней степени, когда по знаку церемонии мейстера пение внезапно прекратилось. Дело в том, что всякое пение, даже самое патриотическое, в некоторых случаях считалось опасным, так как чернь, плохо понимавшая язык высших классов, с готовностью подхватывала пение, но употребляла совсем другие, нежелательные слова. Кстати, в назидании следующим ораторам церемонии мейстер указал на те пункты, которых не должны касаться ораторы. Нельзя говорить о новой монетной системе, нельзя трактовать вопросы о канале на юго-востоке лилипуты, нельзя касаться угреватого носа генерал-адмирала, составлявшего обычный предмет шуток для уличных демагогов, нельзя вспоминать того неприличного способа, каким Гулливер потушил пожар и прочее, прочее. Чтение запрещенных пунктов заняло около часа, каковым временем воспользовались лилипутская гвардия и гусары, и трижды торжественным маршем продефилировали перед трупом. Новый оратор оказался, к несчастью, человеком желчным и даже неприличным, что редко встречается между лилипутами. К потехе развеселившейся черни он доказал, что первые три лучшие друга человека горы не только никогда не были его друзьями, но даже не имели чести быть с ним знакомыми, и тот из них, который провел два дня в темном кармане, попал туда совершенно случайно во время обыска Гулливера, и что Гулливер не только не выразил радости, когда вытащил его из кармана, но наоборот наказал его весьма жестоко и непристойно. Сам же он, оратор, даже и не желает числиться другом человека горы и предпочитает лучше делать фальшивые деньги, чем... Вероятно, оратора в справедливом негодовании избили бы присутствующие, если бы некий смешной и досадный случай не положил более мрачного конца его речи. Случилось же то, что высокий лилипут, считавшийся преемником человека горы и продолжавший сидеть на колене, где он принимал одну за другое независимые позы, зацепился за что-то высоким каблуком и торчмя головой полетел вниз. И только тем избавился он от ужасной смерти, что попал на высокую, необыкновенно толстую лилипутскую даму. Виск испуганной дамы, дикое гоготанье черни, вой и свист на мгновение нарушили чинное течение торжества, но по знаку церемонии мейстера шум немедленно прекратился, и на освободившуюся трибуну полезли новые ораторы. Трудно передать содержание всех речей, тем более, что большинства их не было слышно вследствие высоты трупа, на котором помещались ораторы. Но все бывшие на празднике не без основания утверждают, что такого высокого подъема чувств, такого блеска и красоты слов, такой силы в выражениях они еще не встречали. Многие слушатели были взволнованы до слез. Карманные воришки, таскавшие носовые платки из карманов, жаловались друг другу на страшную сырость и нечистоту платков, делавших их не только негодными, но даже опасными в смысле здоровья для немедленного употребления. Самым, однако, торжественным и трогательным моментом был тот, когда на труп взобрались оркестр и многочисленный хор, и в полголоса, дабы не возбуждать черни, исполнили величественную кантату, написанную для этого случая знаменитым композитором-лауреатом. Мощные звуки, смягченные желанием исполнителей не быть услышанными, вызывали в памяти величественный образ человека-горы и поднимали настроение все выше, когда новая печальная случайность вдруг прервала музыку и пение и все взоры обратила к дальним рядам черни. По-видимому, там не знали, что сейчас гремит музыка, но, во всяком случае, в середине толпы раздался какой-то новый, очень громкий и странный, непохожий на все предыдущие звук. Посланные узнать, в чем дело, сообщили церемонии мистеру, что это плачет какой-то плебейский ребенок, которому будто бы очень жаль человека гору. И пока церемонии мистер старался понять, в чем дело, к плачу одного ребенка, как это часто бывает между детьми, присоединился такой же странный и горький плач всех остальных плебейских детей. Как не хлопотали распорядители, как не старались сами отцы и матери плачущих детей, угощая их шлепками подзатыльниками, плач становился все громче и переходил в явное неприличие по отношению к высокому, холодному и строгому трупу. Только удалением всех детей, их отцов, матерей и дальних родственников удалось достигнуть сравнительной тишины, но раз нарушенный чинный порядок уже не мог восстановиться. С наглой развязностью на трибуну полезли какие-то неведомые никому грязные ораторы и, совершенно забывая о человеке горе, начали кричать о каких-то своих желаниях и даже требованиях. Кто-то кого-то бил. Одни очевидцы утверждают, что это били запоздавших ученых, другие же очевидцы говорят, что это расправлялись с друзьями Гулливера, третий же, наконец, доказывают, что били самих ораторов. Чем кончилось торжество неизвестно, так как в этом месте и в природе и в тогдашних хрониках наступает тьма. Но надо полагать, что по знаку церемонии мейстера порядок был восстановлен, так как ни в одном историческом сочинении, относящемся к тому времени, нет и намека на что-либо необычайное и тревожное. Наоборот, бронзовые медали, вылитые в память торжества и изображающие лилипутов, которые венчают лавровым венком голову кротко улыбающегося человека горы, ясно свидетельствуют о полном благополучии и прекрасном настроении действующих лиц. Но пришла ночь, и вместе с ночью на обезлюдившее поле, где покоился в ожидании могилы огромный, строгой и важный труп, легла чуткая и страшная тишина. Над городом еще светлело зарево городских огней, там еще продолжались сборища в честь человека горы, и вместе с ветром сюда доносился невнятный и ровный гул голосов. А здесь было темно и тихо, и когда выплыла из-за облаков маленькая луна, громадный труп окрасился бледным светом, как цепь горных снеговых вершин. В огромной черной тени, лежавшей по одну сторону трупа, мелькали, однако, какие-то слабые огоньки. То три тысячи лилипутов поспешно заканчивали могилу для великана. Тихо скрежетало о песок и землю железо лопат, вспыхивали голубые искорки при ударе киркой о камень, и темная масса маленьких созданий, еле озаренных скупым светом редких факелов, смутно копошились на дне черной пропасти. «Кто-то торопил, слабо доносились со дна шипящие звуки коротких приказаний, и страх незримо витал между торопливыми могилокопателями. А по другую сторону трупа, на освещенном луною пространстве, смутно темнели какие-то неясные, почти неподвижные, как и сам труп, но живые пятна. То в глубоком безмолвии молились коленопреклоненные лилипуты, одни из тех, что, томимые тоской и отвращением, бежали в эту ночь из шумного и крикливого города. Расплывали с пятна, становились то уже, то шире, но ни единым грубым звуком не нарушали они чуткую безмолвие великой ночи, последней, которую проводил на земле Гулливер. Все ярче светило, поднимаясь луна, и опускались горизонтом глистые тучи с очистившегося неба, и грозным покоем неразгаданной божественной тайны веяло от мертвеца. Проходила ночь. Но нашлись и в городе застенчивые добрые лилипуты, которые не пошли ни на улицу, ни на шумные площади, ни в залитые светом залы, а сидели в своих маленьких игрушечных домах и с ужасом прислушивались к наступившей в мире тишине. Навеки ушло из мира то огромное человеческое сердце, которое высоко стояло над страною и гулом биения своего наполняло дни и темные лилипутские ночи. Бывало прежде так, что от страшного сновидения просыпался среди ночи лилипут, слышал привычно твердые, ровные удары могучего сердца и снова засыпал успокоенный. Как некий верный страж сторожило его благородное сердце и, отбивая звонкие удары, посылало на землю благоволение и мир и рассеивало страшные сны, которых так много в темных лилипутских ночах. И ушло из мира огромное человеческое сердце. И наступила тишина. И с ужасом прислушивался к ней и плакал горько осиротевший беззащитный лилипут. 1911 год